История современного волонтерства насчитывает уже более ста лет. Ни одно крупнейшее спортивное событие не обходится без людей, добровольно взваливших на свои плечи обязанности гидов, переводчиков, экскурсоводов, психологов, а порой и медиков. Тот, кто считает, что волонтерство это удел молодых, глубоко заблуждается. Знакомьтесь, Станислав Архипов, Санкт-Петербург, возраст 70 лет. Станислав Евгеньевич мечтает поработать в Олимпийском Сочи. Я прошел целый месяц волонтерской работы. Это мне очень понравилось, как будто я вернулся в свою спортивную молодость. Я провел это лучший отпуск. Сейчас Станислав Архипов преподает массаж, и медицинские навыки пригодились ему на недавнем этапе Кубка мира по горным лыжам в Сочи. Одна из спортсменок на финише упала настолько сильно, что болевой шок лишил ее способности понимать человеческую речь. Возникла критическая ситуация. Она опять на меня уставилась, не совсем понимая, и тогда я ей показал живот, у меня есть что показать, и показал, как надо дышать животом. Почему? Когда происходит спазм межреберных мышц, и человек не может вдохнуть, то чаще всего дыхание с животом позволяет ему провентилировать легкие. Вот так можно оказывать помощь и на расстоянии. Хотя что тут удивительного? Волонтеры – люди особые. Кстати, попасть в этот круг совсем непросто. На данный момент на волонтерские вакансии Сочи-2014 претендуют более 55 тысяч человек из 72 стран. И количество заявок продолжает расти. Продолжение следует...